Дамы и господа, добрый вечер. Добрый вечер всем, кто по эту сторону экрана. Добрый вечер всем, кто по ту сторону экрана. Для меня отдельное и очень большое удовольствие начинать уже седьмое заседание этого семинара. Но когда его начинали, признаться, не верили в то, что вообще что-то получится и все это будет как-то востребовано. А как-то показывается, что да. И для меня отдельное удовольствие представлять спикера нашего седьмого семинара. К нам сегодня пришла Мария Юрьевна Кречетова. Я думаю, что официальную титулатуру, которую самую грозную знают все, про то, что начальник аспиранской школы. Шеф, да. Не просто знает как, а еще и умеет это объяснить. И поэтому с огромным удовольствием я прекращаю дозволенные речи и передаю слово Марии Игоревне. Коллеги, добрый вечер всем. После такого представления мне даже как-то боязно начинать свою речь, если честно, в связи с тем, что я читала некоторые работы присутствующих здесь студентов или там Project Proposal присутствующих здесь аспирантов. И они были безупречны. Они были хороши. То есть мне кажется, что люди уже все знают и умеют. Я, в общем, рассчитывала говорить не на столь сложном уровне, а проговорить некоторые простые вещи, которые я сформулировала для себя на основании опыта работы экспертом в конкурсе НИРС, во-первых, и на основании присутствия на защитах курсовых и дипломных работ. То есть я вижу некую беду с большей частью работ. И вот отталкиваясь от этой беды, я бы хотела построить свою речь. То есть если нужно будет какое-то углубление, то вы потом меня об этом спросите и попросите прокомментировать. Значит, смотрите. В общем и целом мне представляется, что любая работа может отталкиваться от двух совершенно разных вещей. Значит, одна вещь – это когда, как я написала в анонсе, студент очарован какой-нибудь теорией, очарован каким-нибудь автором. И, собственно, поэтому он пишет на эту тему. И вторая альтернативная история связана с тем, что нас интересует какой-то феномен, нас интересует какое-то событие, какой-то глобальный процесс. И мы не совсем понимаем, как его нужно осмыслять, какие теории подходят, какие не подходят. Несмотря на то, что в моем анонсе первый случай был в начале, а второй – в конце, я позволю себе поменять порядок, потому что мне кажется, что философы прежде всего работают в первом регистре. То есть есть, соответственно, некий автор или некая теория, с которой работают студенты. И здесь самая главная беда – это избежать реферативности. 95% работ, которые я читаю, которые я слушаю, – это рефераты либо в явном виде, либо в скрытом, закамуфлированном виде. Ну, что такое скрытый, закамуфлированный вид? Допустим, несколько авторов, но на самом деле это все равно пересказ, такой там или другой. Значит, какой есть индикатор, который можно использовать для самих себя, чтобы понять, что вы все-таки вышли за пределы реферативности, что вы готовы написать нереферативную работу. Этот индикатор очень простой – это способность изложить этот текст на альтернативном академическом языке. Приведу пример. Такая большая есть беда со студентами, которые пишут по Гегелю, например, или по Хайдегеру, потому что Гегель и Хайдегер – это такие футуристы от философии, это изобретатели собственного философского языка, в себе, для себя, у себя. Там, соответственно, Хайдегер тоже понятно, да, вот бытие там и прочее, прочее, прочее. Большинство людей не могут вообще перейти с этого языка на какой-то другой и вложить хотя бы то же самое содержание на неком альтернативном академическом языке. Но это имеет место и не в таких радикальных случаях, как Гегель и Хайдегер. Соответственно, да, если вы можете изложить это на альтернативном академическом языке, это превосходно, это значит, вы вышли уже за пределы простого реферирования и пересказа текста, более или менее талантливого. Какая здесь может быть программа «Минимум»? Потом пойдем к программе «Максимум». Программа «Минимум» связана с тем, что любой сложный текст, ну, я не беру такие тексты, как там «Похвала глупости» Разму Роттердамского, ну, в нем сложно запутаться. Любой сложный философский текст связан с риском неверных толкований, с риском неверных толкований. Причем иногда эти неверные толкования имеют неимоверные патологические эффекты в академическом поле и в публичном поле. Ну, там, я не знаю, несколько самых таких, ну, не то что самых примеров, ну, может быть, там, да, важных примеров. Тезис Гегеля «Все действительно разумно, все разумное действительно». Есть череда толкований, что речь идет о таком, я не знаю, интеллектуальном конформизме, оправдании вообще всего существующего от института инквизиции до института пыток. То есть, собственно, этим комментаторам даже не приходит в голову посмотреть там, как Гегель понимает слово «действительность», что это совершенно иное слово употребления, нежели принятое у нас. Или там, допустим, знаменитая там книга Луфача «Разрушение разума», где целый ряд европейских мыслителей XIX века были фактически обвинены в том, что их теория является источником фашизма, ну, в частности, Шеллинг, например, в частности, Киркегор. Да, да, это достаточно сложно сделано у Луфача, но, тем не менее, эффект невероятный не только для экономического поля, но и для публичного поля. Немножко поподробнее остановлюсь на примере Ницше. Знаменитое развлечение, развлечение морали господ и морали рабов, которое толкуется гигантским количеством комментаторов в духе, что это биологизм, это социальный дарвинизм, это антисемитизм, это в конечном итоге фашизм, ну, в общем, падающего толкни в самых там неимоверных формах. Значит, как может выглядеть работа, которая вот минимально отстоит от реферативности, когда вы даете ювелирный, педантичный комментарий, показывающий, что так интерпретировать текст нельзя. То есть вот это ошибка, потому-то, потому-то, потому-то. Да, например, в тексте есть места, которые, я не знаю, провоцируют подобную интерпретацию, но в тексте есть и альтернативные места, которые не допускают такой интерпретации. Ну, с тем же самым развлечением морали господ и морали рабов. Почему его нельзя толковать? Как чисто социальную вещь, да, и как, собственно, некий гимн неравенству, да, что неравенство всегда было, и поэтому все вот эти лозунги, да, начиная от лозунгов политических, там, французской революции, да, среди которых тоже лозунг равенства, кончая теориями эгалитаризма самых, да, разных модификаций и видов, что все это несерьезно, потому что, да, вот неравенство – это такой фундаментальный вообще социальный феномен, который вот там, да, который нельзя и жить, да, и прочее, прочее, прочее. Если мы будем внимательно читать текст Ницше, это предполагается, да, если вы делаете некий развернутый комментарий, то мы видим, что помимо вещей, связанных с социальностью, ну, что Ницше связывает там мораль господ и мораль рабов там, да, с положением разных социальных групп, являются ли они угнетенными там или не являются, у него есть очень важная фраза, что часто это дистанция в самой душе, это дистанция в самой душе, что на самом деле, да, мы можем судить о высоте человека по тому, насколько его душа является полем битвы между этими двумя системами ценностей, то есть на самом деле, да, это вполне себе может быть не социальное развлечение, а экзистенциальное, которое не позволяет, соответственно, так толковать, да, там, сами по себе эти системы ценностей тоже, они не могут выглядеть, например, ну, так, знаете, вот, как-то бравурно, да, ну, что мораль господ – это мораль, основанная на активности, на витальности, на жизненности, на всех практиках, которые это поддерживают, война, охота, бал там и прочее, прочее, в общем, белокурые бестия, далее там по тексту, да, значит, оказывается, что есть совершенно другие описания, которые нужно как-то сопоставить и как-то, в общем, вписать вот в это поле, связанные с тем, что это возможность переживать редкие состояния, да, ну, и к этим редким состояниям, например, относится флотаническая любовь, то есть не просто сексуальное желание, да, а вот такая редкая вещь, или к таким состояниям относится страдание, которое обычно приписывается другой морали, мораль страдания и сострадания, да, но это страдание, которое выглядит по-другому, да, значит, это страдание, которое не выставляет себя на показ, это страдание, которое там специально прячется за масками, там, И так далее, и так далее, и так далее. Значит, в итоге у нас получается, что всяческая интерпретация ниши в качестве социального дарвинизма, биологизма или антисемитизма, она просто не проходит. Она просто не срабатывает. Значит, это минимум, что можно сделать. Соответственно, вы смотрите текст, вы видите, какие есть интерпретации, и вы показываете, почему хотя бы какая-то часть этих интерпретаций некорректна, неаутентична, невалидна. Если мы поднимемся еще на ступенечку выше, то следующий такой этап – это имманентная критика. Многие мыслители считают, что это вообще единственно корректный вид критики, когда мы не берем какие-то основания внешние по отношению к теории и говорим, да, это неправильно и некорректно, ну, потому что, например, это было позже кем-то опровергнуто. А раз позже, ну, дескать, лучше, да, правильнее, корректнее, достовернее там и так далее, и так далее. Значит, имманентная критика – это достаточно сложная и тонкая вещь, которая связана с тем, что мы не апеллируем к тому, что, например, там, я не знаю, Фихта, Шеллинг и Гегель, да, критикуют там кантовское понятие, вещь сама по себе, да, а мы смотрим, как это работает вообще изнутри текста, да, изнутри собственных оснований текста, и пытаемся обнаружить внутренние противоречия, нестыковки, разрывы, цезуры там и прочее, прочее, прочее. С вашего позволения я это проиллюстрирую на очень простом тексте, который имел большое значение для философии XX века, хотя текст написан психологом, психоаналитиком, Зигмундом Фрейдом, текст «Недовольство культуры», и вот недавно мы его читали как раз четвертым курсом в рамках философии культуры. Что значит вот попробовать имманентно покритиковать текст Фрейда? Там, в общем, не очень такая, знаете, глубоко зарытая интрига, связанная с тем, что Фрейд высказывает тезис, что в общем и целом культура репрессивна по отношению к человеку, и большая часть страданий человека связана именно с культурой, то есть не с какими-то там другими обстоятельствами, ну, например, не с природой, не с тем, что человек там смертен, что он там болеет, стареет, или там могут быть еще какие-то природные катаклизмы, не еще с какими-то инстанциями, а именно культура ответственна за большую часть несчастья и страданий человека. Именно это источник неврозов и психозов, да, западная культура в значительно большей степени, чем все иные. Все было бы неплохо, если бы не окончание текста недовольства культурой. Ну, я имею в виду не только самые последние страницы, но и некоторая мысль, которую Фрейд начинает развивать чуть раньше, о том, что инстинкт в агрессивности имеет независимое от инстинкта сексуальности происхождение, они не пересекаются, ну, каким-то вот совершенно полным образом, да, то есть агрессивность может быть реализована там и не в формах, ну, допустим, садизма там или мазохизма, понятные вещи. Значит, Фрейд начинает развивать эту вещь, и в итоге на самых последних страницах недовольства культуры пишут удивительные вещи о том, что, видимо, только культура может нас спасти от этой агрессивности, и от того, что сейчас эта агрессивность, понятно, поддержана технически, и человечество может себя уничтожить, да, и только культура может как-то лебедозно связать людей, да, но чтобы, собственно, не допустить некого апогея агрессии, некого максимума агрессии. Это очевидным образом не бьется с тем, что написано в тексте раньше, да, очевидно. Соответственно, у вас уже есть поле, ну, я специально взяла очень простой текст, да, если кто-то его не читал, вы можете прочитать, он элементарный, да, это там, это не Гегель, там, это не Витгенштейн, это очень простой текст. Вы можете почитать и посмотреть. Фактически в каждом тексте есть такие внутренние интриги, внутренние противоречия. И здесь есть где развернуться, но начиная с того, что вы можете осуществить попытку как-то разрешить эти противоречия, да, вот, или, собственно, показать, да, что они неразрешимы, то есть и все-таки какой-то доминирующей ветвью является вот эта ветвь, а эта является, я не знаю, маргинальной, оказиональной, дополнительной, не оказывает существенного воздействия на смысл, либо, да, если все-таки там не получаются никакие такие варианты, то, может быть, там следующая традиция, да, но в данном случае, к примеру, психоаналитическая, или не только психоаналитическая, но и философская, как-то там разрешает эту дилемму. То есть в любом случае вы работаете с внутренними противоречиями текста. Дальше. Дальше. Я хочу вам рассказать про некую развилку, которая отрефлексирована в германифтической традиции. Эта развилка связана с принципиально разными способами отношения к тексту. Я очень коротко об этом расскажу. Если нужны будут подробности, то спросите. Значит, один тип реализован в так называемой романтической и исторической германифтике, и в общем и целом он связан с лозунгом «понять автора так, как он себя понимал». Потом этот лозунг немножечко модифицируется в лозунг «понять автора лучше», нежели он сам себя понимал, но не более и не далее. Значит, что это означает? Это означает, что мы пытаемся реконструировать своеобразие толкуемой традиции, толкуемой теории в ее исторической самообытности. Ну, допустим, наверное, у всех присутствующих в этой аудитории был опыт чтения текста Сеникина «Нравственные письма к Луцилию». Я помню, как меня потрясло одно письмо. Я его читала, когда я была студенткой то ли первого, то ли второго курса философского факультета. Ну, если коротко, значит так, дорогой Луцилий, какие бы несчастья, какие бы беды, какие бы катастрофы на тебя не обрушились, что бы ни случилось, предательство близких, неизлечимые болезни, угроза нищеты. Вот никогда не стоит расстраиваться, потому что есть прекрасный выход. Это самоубийство. И дальше идет список, ну, как это можно сделать, когда вообще нет никаких подручных средств. Список, надо сказать, экзотический, тоже очень впечатляющий. Ну, хотя бы там одна деталь, но она слишком уже такая живописная. Значит, туалетной бумаги тогда не было, палочка-потирка. Представляете себе, что это такое? То есть такие детали. Вы, все они говорят, засунешь ее себе в горло, и все, дыхание прекратится, все прекрасно, да? Ну, то есть это оказывает, ну, такое, ну, в общем, некое впечатление, да, когда ноты читаешь. И вот романтическая и историческая герминевтика говорит нам, что чтобы понять, вот почему такое отношение к самоубийству, ну, вопреки всему, да, что мы видим позже, возможно, вопреки тому, что мы думаем по этому поводу, да, ну, вряд ли вы скажете там своему близкому, что, знаешь, у тебя всегда есть прекрасный выход, да, не расстраивайся, да, ничего страшного, вот он он, да. Значит, нужно, как говорят эти авторы, преодолеть временную дистанцию, да, то есть нужно перенести, собственно, в тот контекст, это невозможно сделать неким наивным образом, для этого нужны специальные методические усилия, специальные методические усилия. Нужно сказать, что эти методические усилия прописываются с большей или меньшей степенью подробности практически у всех авторов этого направления, но я чуть-чуть просто это проиллюстрирую на примере Фридриха и Шлермахера, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Значит, эти методические усилия связаны с двумя типами толкования. Одно из них Шлермахер называет грамматическое толкование, второе он называет психологическое толкование. Значит, грамматическое толкование основано прежде всего на знании языка той эпохи, когда, собственно, автор писал, да, то есть вам нужно не просто знать, неважно, латынь, греческий, иврит, вам нужно знать именно ту версию, ту версию, да, значит, вы должны уподобиться первому читателю, то есть это было всегда написано, как говорит Шлермахер, для какой-то публики, для каких-то читателей. Он даже, знаете, ребята, допускает такую шпильку, когда он говорит, что вот Лесенка и Платон, я не знаю, почему такое экзотическое сочетание, да, но Лесенка имеется в виду Готхольд и Фраин, который, да, это писатели по случаю, говорит Шлермахер, это сейчас любой проходимец желает написать кардинальный труд какой-то, да, а это вот писатели по случаю, они ориентировались на неких своих там слушателей или читателей, и вот вы должны уподобиться этому первому слушателю и читателю. Соответственно, там разрабатываются некие каноны. Ну, для примера один из них, процитируем. Все, что в данной речи еще требует уточнения, уточняется из языковой области общей автору и первым читателям, то есть ни из какой другой языковой области, да. То есть если вы читаете, там, я не знаю, про гуманизм, да, и встречаете слово в текстах эпохи возрождения и ренессанса, это не имеет ничего общего, ни с каким, ни человеколюбием, ни там, я не знаю, состраданием или чем-то подобным, да, то есть это просто неправильно, это просто неверно, это не соответствует там языковой области. Это имеет место, конечно, не только с философской терминологией, да, это имеет место вообще на уровне жизни языка, да, и мы всегда совершаем ошибку, когда мы, собственно, не понимаем, о чем идет речь, то есть если сейчас вам кто-то скажет, ну, ты еще увидишь небо в алмазах, вы понимаете, да, что вам человек говорит, понимаете, что он делает? Он угрожает, он угрожает вам, да. Надо сказать, что еще у Чехова, например, совершенно иное слово употребление, я уже не говорю про Библию, да, про книгу апокалипсиса, где, собственно, впервые это встречается. Ну, Чехов на всякий случай выписала вам эту фразу, там, конечно, из контекста понятно, что это совсем не угроза, но просто иногда это не очень понятно из прямого контекста, да, это нужно реконструировать. Финал пьесы Чехова «Дядя Ваня. Слова Сони». Мы отдохнем, мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которые наполнят собой весь мир, и наша жизнь станет тихой, нежной, сладкой, как ласка, да. То есть, ну, я не знаю, то есть считываете вы или не считываете, но я считываю всегда, когда мне человек говорит, ну, типа, ты увидишь небо в алмазах, да, я считываю это как угрозу, а не как обещание вообще рая там или чего-то подобного. С философской терминологией это распознать намного сложнее, и, соответственно, да, историческая и романтическая герменевтика учит нас быть очень внимательны к этой языковой области. Психологическое толкование – это изучение внутренней и внешней жизни автора. Значит, здесь тоже нужно понимать некоторые детали и нюансы, но внешняя жизнь, понятно, это биография. Но речь не идет о такой реконструкции, тоже важная оговорка, в духе объяснения. Ну, то есть объяснение пути по естественных наук. Ну, когда мы говорим, что, знаете, автор потому так написал, что он там был, ну, не знаю, из социально неблагополучных слоев, или потому что он такой национальности, или потому что это мужчина, а не женщина, или там еще почему-то. Вот не это имеется в виду, то есть вот не такое объяснение по модели естественно-научного объяснения, когда мы объясняем нечто осмысленное, да, по модели подведения его просто под общее, как это имеет в рамках, как это имеет место в рамках естественных наук. Значит, речь идет просто о том, что вот эти биографические особенности, они дают нам уникальный материал для понимания произведения автора, для того, чтобы с этим разобраться, и здесь нам самое важное, это странно немножко звучит, да, это понять стиль. Почему стиль, спрашивается? Но здесь вот сразу прослеживается некая корреляция. Значит, стиль – это самобытный способ обращения с языком. Самобытный способ обращения с языком коррелирует самобытным способом мышления и, соответственно, самобытным способом понимания предмета. И вот мы должны, соответственно, реконструировать, да, и самобытность языка, самобытность мысли, самобытность понимания предмета, исходя из различий между уровнем медитации и уровнем композиции. Но в данном случае я использую просто терминологию Шлермахера. То есть мы видим, как изложены мысли, да, они не всегда соответствуют, понятно, ходу мысли, да, изложение не всегда соответствует, как на самом деле мысль строилась. И работая с этими несоответствиями, да, мы начинаем реконструировать. Эти результаты реконструкции должны совпадать полностью с грамматическим толкованием. То есть если у нас результаты грамматического и, соответственно, психологического совпадут, это значит, что мы, собственно, реконструировали правильно эту теорию, реконструировали. Философская герменевтика, герменевтика XX века, романтическая, историческая, это герменевтика XIX века, предлагает значимую альтернативу такому способу понимания текста, такому способу понимания теории. Значит, в чём состоит эта альтернатива? Нужно, собственно, признать любую традицию, любую теорию с точки зрения того, что она хочет быть услышанной, но услышанной или прочитанной не в смысле просто инаковости, что, смотрите, вот была такая иная точка зрения, я не знаю, весьма необычная, может быть, экзотическая, ну, как в случае, например, с восхвалением самоубийства в нравственных письмах Луцилия, но с точки зрения того, что этой теории или этому автору действительно есть что мне сказать, что в этой теории действительно есть притязание на истину, которое имеет место для нас здесь и сейчас, для меня здесь и сейчас. То есть это не просто некий иной, самобытный, чужеродный, не похожий совершенно на то, как мы думаем, как думают наши современники, а то, что это действительно имеет значение для нас здесь и сейчас. Неважно, какой это смысл, моральный смысл, прагматический смысл, эстетический, интеллектуальный или еще какой-то другой. Соответственно, понимать теорию, понимать какое-то высказывание, это не означает просто принять к сведению факт, что тот, кто его произносит, придерживается такого-то мнения, что мы знаем, что вот там Синека так думал про самоубийство, а Кант, например, совершенно иным образом думал про самоубийство. То есть он считал, что это зло, что здесь, в общем, нет никакой совершенно там добродетели, доблести или чего-то подобного. Значит, мы не просто принимаем к сведению факт. Мы. Факт в смысле наличия мнения. Мы начинаем оценивать высказывание на предмет его истинности или ложности. Значит, что значит оценка высказывания на предмет его истинности и ложности? Это значит, нам нужно посмотреть обоснование. Значит, эта оценка не может быть произвольной. Мы должны посмотреть аргументы, достаточность аргументов, валидность аргументов, непротиворечивость аргументов и прочее, 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 прочее. Соответственно, мы, как правило, оказываемся в ситуации, что есть некое несоответствие между тем, что написано в тексте, и тем, что я сам думаю, или теми теориями, которые совсем недавно сформулированы, которые прямо свежие, современные и так далее. Значит, я должен посмотреть, какие, собственно, текст выдвигает альтернативные, неразделяемые мной утверждения, альтернативные, неразделяемые мной оценки. И, в общем и целом, я здесь должен исходить, это гандлер Гадемер предлагает нам эту процедуру, я от его лица ее здесь представляю, он говорит, мы должны исходить из презумпции открытости. Ну, то есть мы не должны исходить из уверенности в собственной правоте, из того, что у нас верная точка зрения, ну да, когда-то была другая, иная, непохожая и прочее, прочее, прочее. Мы должны быть готовы к ревизии собственных предсуждений и их оснований. В наших теориях всегда, собственно, есть этот пласт предрассудков, как и в любой другой, неосознаваемых нами. Соответственно, этот опыт позволяет, ну, во-первых, хоть как-то там их осознать, хоть как-то с ними работать и, может быть, там осуществить ревизию. И дальше Гадемер выдвигает очень сильный тезис, он говорит, что если я все-таки принимаю некий тезис, ну, то есть его претензию на истину, соглашаюсь с ним, то я беру на себя обязательство действовать в соответствии с этим тезисом в тех сферах, к которым он относится. То есть здесь есть некоторое измерение нормативности, да, то есть я не просто считаю, что это истинно, но я руководствуюсь этим. Соответственно, да, если я все-таки возражаю что-то, да, даже при условии открытости, я руководствуюсь антитезисом в своих действиях, да, то есть я отстаиваю все-таки некую иную позицию, нежели ту, которую мне предлагает текст, нежели ту. Соответственно, здесь возникает процедура, да, не процедура, неправильно говорю, перспектива ответственности, перспектива ответственности, да, того, что этот смысл значим для нас здесь и сейчас. Элементарные какие-то примеры, элементарные примеры. То есть мы читаем текст Канта, в котором говорится, что самоубийство – это зло. Что значит апплицировать текст на современность? Ну, это в том числе апплицировать его на такие феномены, как эвтаназия, например, да, то есть является ли эвтаназия самоубийством или не является, да. Если мы рассматриваем эвтаназию как, собственно, некий вариант самоубийства, да, работает или не работает кантовская аргументация, да, и так с любой другой теорией. То есть если мы видим у Гегеля развлечения гражданского общества и государства, и очевидно, что Гегель отдает приоритет государству именно, да, перед гражданским обществом как более высшей формой нравственности, да, но сколько как это валидно для современных обществ, да, учитывая ту трансформацию государства, которая случилась там с гегелевских времен. То есть что, работает, не работает? Ну, например, наш с вами современник, коллега из МГУ Сан Саныч Узан, а, извините, Александр Александрович Узан, просто он друг нашей семьи, поэтому мы его так счастливо Сан Саныч называем. Вот он говорит, нет такой проблемы, которую не могло бы решить гражданское общество, да, которое могло бы решить государство, не могло бы решить. Это тоже спорно, это бесспорно-спорно, но просто здесь есть над чем думать, да, здесь есть над чем думать. Вот это называется процедурой аппликации. Понимаете разницу? То есть одно дело, когда вы реконструируете какую-нибудь теорию, да, осуществив вот эти методические усилия по тому, чтобы преодолеть временной зазор, временную дистанцию, да, и вы пытаетесь переместиться в тот контекст и вот ее аутентично, да, понять. Совершенно другое дело, когда вы спрашиваете, какое это значение имеет для нас здесь и сейчас, да, для нас здесь и сейчас. Дальше. До этого разговор касался работы, ну, как правило, с одной какой-то теорией, да, что значит с ней работать, чтобы не написать реферат. Теперь давайте поговорим о более сложном уровне. Это работа с несколькими теориями, работа с несколькими теориями. Еще раз оговорюсь, я хочу здесь сказать о некой главной ошибке, которую я вижу в тех курсовых, там, или в тех дипломных, которые я читаю, да, или, там, слушаю доклады. Это не ко всем относится, но это очень распространенная вещь. Значит, это работа по методу, как я это называю, свободных ассоциаций, но только в дурном смысле слова, да. Метод свободных ассоциаций, понятно, очень хорошо работает там, да, применительно к бессознательному у Зигмунда Фрейда, потому что это метод, но который, собственно, органичен предмету в данном случае. Так работает бессознательное, но не работает, там, логично, например, да, но это совсем никуда не годится, когда речь идет о теории, в духе это похоже на то, да. И начинаются совершенно вольные, произвольные аналогии, да. Они могут базироваться на разных вещах, ну, например, они зачастую базируются на такой штуке, который еще Фрэнсис Бэкон, да, о которой еще Фрэнсис Бэкон предупреждал нас в 17 веке, но это идолы площади, да, это идолы площади. Ну, Бэкону, понятно, народ мы можем доверять по всяким стандартам. Знаете, красивая такая история во время культурной революции, но не в Китае, а в Европе. Там один из деятелей этой культурной революции говорил, что никому нельзя доверять, никакому мыслителю, который не мотал срок в тюрьме, да, ну, просто нельзя. Ну, Бэкон мотал, да, ну, просто, поэтому Бэкон – это, конечно, авторитет, то есть вот с какой стороны не подойдет. Да, вот три дня всего его мотал, но мотал, тем не менее, да. Так вот, Бэкон нам говорит, смотрите, есть вот такие идолы, идолы площади, да. Значит, что я вижу во многих работах? Никого не хочу обидеть, просто привожу в качестве примера, да. Термин «бессознательное». Бессознательное у романтиков и Шеллинга, бессознательное у Фрейда, бессознательное в структурализме. Левистрос, Фуко, Барт, определенно. И пошли аналогии. Ничего, что это вообще абсолютно разные вещи, да, то есть вообще разные вещи. То есть понятно, что если у Фрейда это связано там, да, с желанием там и вытеснением, то в структурализме желание здесь вообще ни при чем, да, точно так же, как у романтиков и Шеллинга. Вот, это связано с дальнейшим развитием тезиса Канта о том, что гений – это талант или дар природы. Соответственно, да, природа говорит через гения. То есть это разные контексты. И вот мы просто, беря какое-то понятие или слово, да, думаем, что здесь есть аналогия. Другие всякие могут быть вещи. Давайте теперь посмотрим, как в общем и целом, да, это может выглядеть, чтобы это было не по методу свободных ассоциаций. Вы понимаете, что здесь могут быть два варианта. Один вариант, когда вы работаете в какой-то парадигме уже, вы определились. Вы работаете в парадигме аналитической философии, да, вы работаете в парадигме феноменологии, вы работаете в парадигме структурализма. То есть понятно, что те несколько теорий там или две теории, да, вот они, в общем, имеют какую-то общность. Но, ребят, это нужно еще продемонстрировать. Но опять же приведу пример. Эдмунд Гусер и Мартин Хайбегер. Если у вас был когда-то опыт чтения этих текстов, а я надеюсь, там он у многих был, а если не было, то будет, то вы увидите, что при первом чтении мы не обнаружим решительно ничего общего. Ни в лексике, ни в терминологии, ни в форме аргументации, ни в тематических горизонтах. Но это не значит, что это не одна и та же парадигма. Но это нужно еще обнаружить. То есть нужно увидеть, что когда Гусер, например, пишет про интерсубъективность, используя терминологию, там, наэзис, наэма, интенциональность, пассивный генезис и так далее, и так далее. А Хайбегер, раскрывая ту же тему интерсубъективности, говорит, да, событие с другими, подлинное и неподлинное бытие, смерть, конечность, да, то каким образом, собственно, они решают одну, ну, они решают одну и ту же проблему. Они решают базовую проблему трансценденции, базовую проблему, ну, там, еще новоевропейской философии, да. Значит, и вот это нужно зафиксировать, что это одно и то же проблемное поле, да. Нужно зафиксировать некие инновации, например, которые есть у Хайбегера по отношению к Гусерлю. Но не таким образом, когда Хайбегер сам пишет, что вот вы знаете, да, там есть некие интерфляционные курсы, ну, как бы прямые, да, то есть он сам пишет о том, что вот здесь там он отходит от Гусерли, так-то, так-то и так-то. Нет, да, это опять же будет реферат. То есть вы сами, вы сами самостоятельно фиксируете, да, в чем решение проблемы интерсубъективности у Хайбегера иное, нежели у Гусерля. Чем отличается метод этого решения? Почему это уже не метод там идеации, ну, например, даже в каких-то там его разных версиях, да. Этот метод интерпретации, соответственно, это метод, когда постановка вопроса является важнее, да, чем некий конечный ответ на этот вопрос. Совершенно другая вещь, если вы работаете с теориями, которые принадлежат к разным парадигмам. И здесь нужно понимать, что просто остановиться на войне языков или на некой ситуации такой агональной коммуникации будет принципиально неверно. Ну, когда мы просто говорим, знаете, это конфликт, да, это конфликт, который вообще никак не разрешаю. Ну, наподобие того, знаете, как там Карл Поппер, помните, когда он пишет свою книгу «Открытое общество и его враги», да, он говорит, вот, вот они конкретные имена там, да, из континентальной философии. Вот он Гегель там, вот он Хайдегер, да, это ни много ни мало, это мой вклад в победу над фашизмом, говорит Поппер. То есть ничего общего, да, то есть это ситуация противостояния, академического противостояния, политического противостояния и так далее. Значит, я просто хочу сказать, что, как правило, здесь ситуация всегда осложнее, чем просто некая констатация, ну, который, например, прибег ведущей дискуссии между Эрнстом Кассирером и Мартином Хайдегером, знаменитой давоской дискуссии, когда он сказал, да, оба автора говорят на совершенно разном языке, да, мы не можем вообще найти никакое пересечение, никакое пространство, да, где, ну, вообще, возможно, не то что консенсус, но хотя бы некая осмысленность, да, что мы говорим об одних и тех же вещах, ну, разойдемся, то есть дискуссия такая была, ну, разойдемся. Значит, смотрите, как правило, как правило, это никогда так не выглядит, даже если вы работаете с теориями из разных парадигм. Несмотря на то, что это еще раз может быть совершенно разный инструментарий, совершенно разная терминология, ну, самый простой пример – это структурализм, допустим, я просто пытаюсь, там, может быть, каким-то текстом, который, там, мы с некоторыми из вас читали апеллировать, Мишель Фуко, что такой автор, Орлан Бартсмерть, автор, с одной стороны, с другой стороны, тексты Гадемера же, опять же, да, связаны тоже с преодолением субъективности, с преодолением того, что мы объясняем вообще тексты, исходя из того, что хотел сказать автор. Да, конфликт, да, но есть некое общее пространство, некое общее пространство, это пространство нужно зафиксировать, нужно понять, в чем смысл этого общего сдвига, который осуществляется в постметофизической антологии. Почему это преодоление субъекта объектного развлечения как фундаментального антологического развлечения новой европейской традиции? Одновременно, конечно, нужно понять и специфику, и специфику, то есть почему, например, при том, что мы этот сдвиг видим и в структурализме, и в герминевтике, например, и в рецептивной эстетике, тем не менее это ведет к совершенно разным выводам и оценкам. Ну, например, каким совершенно разным выводам и оценкам? То есть Гадамер будет писать о безусловной ценности классического, безусловной ценности классического. Барт будет настаивать на приоритете практик авангардной литературы, авангардной живописи, авангардного искусства в целом. Как так получается, что при одном и том же сдвиге у нас совершенно разные выводы? Или мы говорим, акцент переносится с фигуры автора на фигуру читателя. Ну, в понятии рецептивной эстетики это непосредственно заложено. Статья Барта так и заканчивается, автор умер, на сцену вышел читатель. В огромном количестве работ Гадамера мы об этом же читаем, но оказывается, что это разные вещи. Это разные вещи. То есть если там у Барта читатель, это человек без психологии, без биографии, без истории, то у Гадамера оказывается, что речь идет именно об экзистенциальных вещах. И о том, какие, собственно, экзистенциальные импликации следуют, например, из восприятия классического наследия, из восприятия трагического прежде всего. Отсюда, понятно, следуют разные выводы уже применительно к тому, как должно строиться образование или как должна строиться культурная политика. Одним словом, я хочу сказать, что непродуктивно просто констатировать, что у нас есть некий конфликт, у нас есть некое фундаментальное различие, мы дальше с этим ничего не можем сделать, как угодно там это описывается, с помощью понятия языковых игр Витгенштейна или с помощью какого-то другого инструментария. В любом случае, то есть у нас некий новый релятивизм, в стиле Рорти или не в стиле Рорти, но в общем мы ничего с этим поделать не можем. И еще одна вещь, я вижу, что я уже долго говорю, но это последняя вещь, о которой я расскажу, это как раз некий другой случай, когда мы работаем не с готовой теорией, не с готовыми теориями, а наш исследовательский интерес изначально отталкивается от того, что мы хотим объяснить что-то. Почему произошла революция? Почему возник авангард? Я хочу это продемонстрировать на примере капитализма, феномена капитализма. Допустим, мы с вами задаемся вопросом, который хорошо сформулировал Эрнандо де Сотер. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире? То есть мы можем это применить к истории нашей страны, но как бы что ни сложилось. Вот почему, собственно, капитализм так и не заработал. Здесь причем не важно, как мы к капитализму относимся. Мы можем быть противниками, мы можем быть сторонниками. Не важно. То есть нам нужно объяснить, нам нужно ответить на этот вопрос. Вот здесь очень важная вещь, которая упускается в большинстве курсовых и дипломных работ. Это вещь, что не существует единственного ответа на этот вопрос, как и на любой другой вопрос. То есть некий студент или студент неким наивным образом берет какую-то теорию и делает вид, то есть некие прятки такие, что вообще больше-то ничего нет. Вот он ответ, я сейчас вам его расскажу. Это никогда так не работает. Никогда. Ну то есть на примере капитализма, здесь мы можем, что это не единственный ответ, мы можем видеть сложное поле, сложное поле самых разных точек зрения. Ну, например, с точек зрения неких современных проблем, догоняющих модернизаций, то, что называется, ну там не обязательно слово догоняющий идет, да, ну, вы понимаете, о чем идет речь, да, вот как, собственно, да, там переходят к капитализму те общества, у которых был до этого совершенно там иной экономический уклад. И некое поле, связанное с первичным генезисом капитализма. Это поле очень хорошо перепахано. Ну, кроме работы Макса Вебера, которая всем известна, протестантская этика и дух капитализма, да, на вскидку, это «Капитал» Карла Маркса, это работа Хиршмана «Страсти и интересы», политические аргументы в пользу капитализма до его триумфа. Это очень небольшая статья, но без нее никак не обойтись. Это Карла Гинсбург «Широты, рабы и библия. Опыт микроистории». Но в конце концов, это текст Вернера Зомбарта «Роскошь и капитализм». Я могу долго еще продолжать, долго еще продолжать. Смотрите, что получается, что дело не только в том, что нет единственного ответа, и поэтому, если мы хотим заняться концептуализацией, хоть этого феномена, хоть какого-то другого, мы все, собственно, должны представить поле, даже если вы не собираетесь анализировать все эти теории, но не знать об их существовании, делать вид, что их нет, это очень стыдно, это очень непрофессионально, да, то есть каким-то образом нужно все-таки ознакомиться, что есть альтернативы. Дальше, конечно, важно посмотреть опять же, что эти ответы, видимо, нельзя свести к чему-то среднему арифметическому или к какому-то консенсусу, но не работая. То есть если мы у Марца в «Капитале» читаем, что насилие – это первостепенный фактор формирования капитализма, да, и то, как насилие осуществлялось во время колонизации, это имеет значение уже для эксплуатации в Европе, да, рабочих, то у Вебера мы этого не находим, естественно, да. Но, опять же, я не буду, понятно, заниматься здесь ликбезом, да, я вот просто, ну, некоторые такие пункты. Значит, если мы у Вебера видим, что речь идет об аскезе, да, и он ее, ну, изящно, конечно, раскрывает, да, что это такое, там, на примере классической версии, там, Лютер, на примере, там, кальвинизма и так далее, и так далее, и так далее, да, то в работе зомбарта «Роскошь и капитализм» мы находим практически контртезис, антитезис, что формирование капитализма, но, опять же, я не буду все это пересказывать там про феномен любви, свободной любви имеется в виду, любви вне брака, связанной, там, с опытом куртизанок, содержанок, ну, и дальше идет вообще зомбарта абсолютно неполиткорректные вещи для современного уха, да, там, женщина-самка, и как это вообще все работает, как ни парадоксально, да, на формирование капитализма. В общем, это максимально далеко, ну, от представления об аскезе, то есть ничего, ни с чем, да, не бьется и не клеится, то есть если мы говорим там о колониализме, то у Гиндсбурга мы видим иную версию колониализма, чем у Маркса, то есть это очень-очень сложное поле, то есть еще раз, да, то есть мы должны понимать, что вот просто мы тут не добьемся какого-то среднего арифметического. Одновременно мне кажется, что верно будет и то, что я сказала про предыдущий сюжет, любая констатация, но некой равноценности этих теорий – это интеллектуальные капитуляции, это то, что там Кант называет интеллектуальной эвтаназией или сон разума, да, ну, то есть мы просто сдаемся без боя, да, ну, то есть мы просто, говорит, вот зомбард так думал, Вебер так думал, Гиндсбург так думал, кто там у нас еще Хирчман так думал, а вот современные авторы, которые пишут, почему не получается, почему там, например, да, там в России ничего не выходит с капитализм, ну, не то, что ничего не выходит, то есть оно, конечно, есть рыночное общество, но тем не менее, да, то есть мы все понимаем, о чем идет речь, да, почему там не получается, да, и тоже разные версии, вот, то есть если мы просто говорим, что вот сто цветов пусть растут и цветут, да, то мы отказываемся от ключевой вещи, мне кажется, которая важна для университета, для университетской науки и философии – это притязание на истину, как бы старомодно это ни звучало, да, вот отказываться от притязания на истину нельзя никогда, ну, потому что мы здесь отдаемся без боя. Да, получается очень сложное пространство, но мы должны начать с ним работать, и мы должны понять, что ни теории неравноценны, ни аргументы неравноценны. Начну издалека не в связи вот с этим случаем капитализма. Ну, знаете, например, что меня всегда смущает, когда я начинаю, ну, как-то, ну, скептически относиться к теории, или не слишком ей доверять, то есть я понимаю, что есть, ну, какая-то, извините, червоточина, ну, говоря неакадемическим языком, это когда мыслитель вот абсолютно попадает в просаг с каким-то предсказанием. Ну, это же важная вещь для науки, что мы не просто что-то объясняем, но если мы хорошо объяснили, мы можем предсказать. Два простых примера. Агюст Комт пишет, да, середина XIX века, чуть раньше, что мы, конечно, никогда не узнаем, из чего состоят звезды, но скоро, ребят, чуть-чуть потерпите, да, буквально через 50 лет человечество станет счастливым. Милая деталь, буквально чуть ли не через два года после этого предсказания, по 1850 год, нет, 1859 год, открыт спектральный анализ. Мы знаем, из чего состоят звезды, да, знаем, все, открыли. Ну, как вы понимаете, счастьем человечество не заладилось. А через 55 лет, да, абсолютно, да. Или там, не знаю, Леопольд фон Ранке, известный немецкий историк. Ну, он совсем не глуп, да, ну да, он глубок. Но смотрите, какую он вещь пишет. Все войны, все революции, все потрясения закончились в XIX веке, XX век, будет самым тихим и мирным за всю европейскую историю. Вот для меня это всегда, я не знаю, некий индикатор, что надо что-то посмотреть, надо что-то подумать, да. Когда вот теория так промахивается, да. Ну, то есть это просто называется сесть в академическую лужу. Да, просто по-другому, то есть это трудно сформулировать. И таких вещей очень много. Одновременно есть какие-то невероятные прозрения в теориях, но которые кажутся нам уже совершенно, не знаю, какими-то архаичными, старенькими. Ну, я сейчас просто, я уже долго говорю, но я не буду тут множить примеры. Допустим, там вот у Макса Шеллера, казалось бы, такой вообще вот, ну, как, наслитель там далеко, даже и не первого ряда, да, и такой вот очень специфический там консервативный сдвиг. Удивительный, удивительные пророчества, удивительные совпадения существуют. Ну, ладно, возвратимся там от этой вещи ближе к теориям. Нужно взвесить валидность аргументов, да. То есть дело не в том, что в теории сказано. Дело в том, как обосновано, что сказанная истина, да. То есть и дело не в том, чтобы эксплицировать просто это сказанное. Значит, взвешивать валидность аргументов можно, естественно, по-разному. Например, с точки зрения того, что, значит, обосновано и доказано некое теоретическое положение, которое может объяснить какие-то еще иные факты, нежели те, на которые изначально оно было направлено и нацелено. То есть оно может объяснить больше, чем вот тот изначальный набор, да, который нужно было объяснить, да. И вот эти все вот, да, вот эту всю вот работу необходимо провести. То есть, соответственно, да, не просто, нельзя просто сравнить. Сравнение – это метод, это не цель исследования. То есть многие пишут, цель – это сравнение, но неважно, там, А и Б, да. Значит, это никогда не может быть целью исследования. Это один из методов. То есть вам нужно все-таки, да, помнить об этом притязании на истину. И, соответственно, да, в своем исследовании показать, что вот эти аргументы являются слабыми, да. Эти положения не объясняют ничего, кроме некого изначального набора фактов, да. Они не обладают, например, там, силой предсказания, они не могут быть там генерализированы, да, или вот там что-то подобное. Ну, в общем и целом, пожалуй, это все. Я надеюсь, что я не сильно перебрала с временем своего монолога. Да, коллеги, буду рада, да, ответить на ваши задания. Спасибо. Да, Денис, давайте. Я бы так чисто технически по поводу, да, вы просто сказали, что, ну, что у меня есть только вот этот, ну, и если я с этим не согласен, то я догадываю, мне согласен, вести себя, ну, вы сказали, что подразумевается, что отличный, то есть, вот, то есть, вот, это будет придерживаться и вести себя в соответствии с ним. Вот, и я хотел бы в этом плане вот очень, вот, там, когда весь, то есть, нет, в том, как бы, вот. Но при этом, ну, как у вас, разделительность людей, мы можем представить много разных альтернатив. Если я не соглашаюсь именно с этим тезисом, то, возможно ли такая ситуация, что я просто говорю, что мне, ну, неверно, что мне что-то Богом и не придерживаюсь какого-то определенного тезиса, то есть, то есть, то, что там возникло время большого взрыва не существовало все время. Или я с необходимостью должен придерживаться какого-то противоположного, но точно? По Гадомеру, если мы говорим о понимании, то, безусловно, речь идет о том, что мы с чем-то соглашаемся или не соглашаемся и не находимся в ситуации, ну, не знаю, нейтралитета, в виде ли скепсиса, да, ну, то есть, я этого не знаю, там, я этого не понимаю, мне это неизвестно. Да, понятно, что мне это неизвестно, но я осуществляю некие усилия по пониманию. Гадомер же вообще исходит из того, что дело не в том, чтобы достигнуть истины, и дело в том, чтобы не отказываться от вопроса об истине. То есть, сам по себе характер герминевтики – это характер вопроса и ответа, да, и он не может быть нейтральным, если мы, правда, говорим о понимании. Другое дело, что в общем и целом, конечно, у Гадомера, как это правильно-то сказать, чтобы вот не сильно погрешить против истины, в общем и целом, он исходит из представления о безусловной ценности традиции, да, и тех смыслов, которые в этой традиции есть, длительные, да, которые длительной значимостью обладают, да, которые, конечно, модифицируются и трансформируются, то есть, эта история воздействий, она не является чем-то дополнительным к смыслу, она является скорее монентным смыслом, да, и вот эта история воздействий, она не может быть просто проигнорирована, и, скорее всего, там есть, да, некий смысл, который важен для нас, но это не значит, что аппликация – это просто механическое повторение, воспроизведение, что это просто ориентация на авторитет, да, ну, раз так написано у Аристотеля, неважно, раз так написано у Гегеля, ну, грех не согласиться, да, грех не согласиться, то есть, это не, упаси Господь, не обезьяничание, да, не повторение просто неких чужих смыслов транслированных, то есть, это каждый раз рациональная процедура, просто эта рациональность по Гадамеру имеет очень серьезные ограничения, и скорее будет ситуация, что этот смысл имеет значение для нас, нежели тот, что мы не соглашаемся, ну, то есть, если попросту сказать, что по Гадамеру опыт – это всегда негативный опыт, то есть, мы убеждаемся, что дела обстоят не так, как мы думали, да, то есть, это всегда опыт страдания, он даже использует вот эту ссылку на Исхила, что опыт – это всегда опыт страдания, то есть, мы всегда травматично и болезненно убеждаемся, что дела обстоят не так, как мы предполагали, и поэтому прежде всего, это, это, этот метод, если это можно так сказать, направлен на то, чтобы работать с границами самосознания, да, нежели чем работать с другим индивидуальным сознанием, как в романтической исторической герминевтике, то есть, он направлен прежде всего на то, что мы должны измениться, и мы должны отрефлексировать, как эта теория, да, может изменить наше представление, которое всегда связано с предрассудками, которые мы не рефлексируем, ну, то есть, вот так, если, есть много вопросов по поводу того, что вы говорили о, ну, как бы, двух вариантах того, как проводятся ассоциации, ну, то есть, ну, мне просто показалось, что вы так, как бы, четко разделили, что вот есть, значит, просто чушь полнейшая, а есть, ну, вот, прочнейшие, прочнейшие, прочнейшие ассоциации связи, которые точно есть, вот, и просто для меня, ну, вот даже пример, который вы привели по поводу сознательного, мне показалось, что это немного, ну, даже, ну, то есть, понятно, что мы говорим, ну, в данном случае для нас актуальна работа, скорее учебная, где у нас гораздо меньше, чем работа, которые технические, меньше возможности по поводу. Даже в рамках учебных работ, мне кажется, что вот конкретно примеры, которые вы показали, они как будто, наоборот, как бы выступают контрпримером, потому что они как раз показывают, как бы, относительность этих двух, как бы в ряд, потому что, ну, вот, современные психоаналитики, но они не то, что там просто к романтикам обращаются, как к предшественникам Фрейда, они там долинницы и Спиноза, как кузоводить, то есть с тем, что вот Спиноза, он до Фрейда придумал, видно там, как базового Эльчисера, Спиноза, там тоже предшественник Фрейда, который изобрел воображаемый до него, вот, и всякие такие вещи, то есть они могут, как бы, ну, просто возникает такое ощущение, что когда там условно есть студент, просто не писал, то мы бы скорее сочли это, ну, вот эти вот, вот это вот произвольные ассоциации, в то время как, если есть какой-то альтериат, который, то мы сразу... Слушайте, то есть, ну, например, я не знаю, вот вы Лаканы читали, ну, у вас же есть, наверное, очень большой список претензий интеллектуальных к тому, как это сделано, ну, в самых разных, например, да, в самых разных измерениях, то есть, почему вы так думаете, что здесь речь идет именно, ну, о некой презумпции, обоснованности, если речь идет о серьезных мыслителей, презумпции произвольности, если речь идет о студенте, ну, я не буду ссылаться там на знаменитые книжки, там, да, Сокола и Брикман по поводу того, ну, там, как используется научная терминология, но они же просто, ну, как, они камня на камне не оставляют на том, что, извините, я сейчас наверняка переверну, да, что фалос, это корень квадратный из двух, там, что-то, это я Лакана цитирую, да, это я Лакана цитирую, они говорят, это вообще что, да, ну, то есть, во-первых, это может быть, если конкретному этому примеру апеллировать, да, то это может быть очень плохо сделано, если честно, да, во многих фрагментах Лакана это сделано очень плохо, и это фактически ничем не отличается от того метода свободных ассоциаций, который я вижу в ряде курсовых работ, да, 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 кстати, очень похоже на это. И это, во-первых, очень много. Другое дело, что, ну, то есть, вы думаете, что здесь нет четкой границы, да, между этими вещами. как раз, Соколы Бельмон показывает, что, если относиться к идее, тем бы она ни написана, там, с лаканом или студентом, если относиться к ней изначально предвзятой, не пытаться ее понять, то, ну, вся их книга буквально построена на этом, на этом, она произвела такой курор, то, ну, как бы, никакого понимания не произойдет, и все ассоциации, которые они делают с наукой, там, а лакану для Тереза, они будут казаться абсолютно произвольными. При этом для людей, которые находятся уже в традиции, там, то, что Павел съезжает с упорнивым, это, ну, довольно осмысленное, глубокомысленное высказывание, и там, условно, эти ассоциации, они действительно имеют смысл, и там, значит, смотрите, есть такая вот вещь, очень важная, как научная коммуникация, то есть, не может быть такого, что это имеет для техники, у тебя значение в неком локальном контексте, ну, например, в той парадигме, но ты почему-то не можешь продемонстрировать это значение для представителей соседнего поля, или не можешь там это сделать на каком-то другом языке, да, ну, такая вот вещь, особо болезненная в 20 веке, это вот эти драматические отношения между аналитической философией, да, и континентальной, вот так быть не может, то есть, если для математики это звучит неубедительно, значит, это звучит неубедительно вообще, а не то, что в локальном контексте, вот знаете, мы тут друг с другом, в общем, считаем, что это хорошо обосновано, вот она не строится так, эта научная коммуникация, никогда. Так, здесь же как раз речь о просто разном понимании тех, то есть, то, что для математики 2, полный, сингл, два, ну, или там корень, то же самое, что для локального. О, хорошо. Тогда мы говорим, что, смотрите, резома не имеет никакого отношения к биологии, да, двойка и корень из двух не имеют никакого отношения к математике, а у нас тут свой какой-то специфический язык, на котором мы говорим. В принципе, это возможно, но интеллектуальная претензия выглядит не так, понимаете? То есть, вот к вопросу как раз о том, что очень много заимствований философии 20 века из частных наук, кстати, об этом я не сказала, но это само собой, да, разумеется, что если вы занимаетесь концептуализацией, то это очень правильно посмотреть, как это не только у философов, но и у историков, у социологов, там, и в соседних каких-то полях, да, потому что игнорировать эти обстоятельства, это значит выдавать сразу себя за дилетанта, да, это сложно достаточно, ну, то есть, может быть, это не должно быть, ну, реализовано, я не знаю, в обычной курсовой работе, но магистрской диссертации, да, это точно должно быть реализовано, и в дипломе тоже, мне кажется, желательно, да, как это выглядит, смотрите, выглядит это таким образом, что мы видим, что многие философские теории современные, либо строятся, исходя из неких открытий частных наук, ну, мы только что вот там с вами на семинарах, да, это обсуждали, что значит лингвистика для структурализма, а вот текст, который там буквально мы завтра будем читать, да, вот что значит этнология для всего поля вообще гуманитарных наук, да, почему там вот эти исследования вот этнологии имеют некую образцовую, модельную, с другой стороны, есть зависимость такая, что мы видим чисто философский проект Гусерля и смотрим, как это работает, не то, что мы смотрим, то есть это де-факто есть, там у Шуца, например, как это работает в социологии, или мы видим фундаментальную антологию Хайдегера и как это работает в экзистенциальной психиатрии и психологии, и почему это значимая альтернатива для гештальт-психологии, почему это значимая альтернатива для психоанализа, почему это другой метод и другая терапия, да, то есть здесь очень сложные пересечения между частными науками и философией, и мне кажется, что если здесь что-то не бьется, неважно с каким полем, математика, биология, то есть это значит, что это откровенно плохо, потому что рассказывать, что Резума никакого отношения к биологии не имеет, да, мы просто тут сами что-то изобрели, ну, извините, это грустно. Ну, в таком случае просто можно свистеться к тому, что у нас очень интересный риск, который мы просто не понимаем, вот, это не понимание, это обвинять руку Владимира, и понять, что, ну, Белес вряд ли был знаком, он, условно, с современными биологическими работами по поводу работы сухого, сухого, сухого. Понятно, что он играется в общее понимание, которое, на возможность, мы же, мы же, мы включаем. Вот в этом плане у нас может быть как-то две ситуации. Одна ситуация, когда у него есть какое-то общее понимание, и просто случилось так, что оно с современными биологическими в таком случае говорим, что, ну, вот, как бы, ну, там, представим, альтернативных стоит, что нет в таком случае, ну, получается, они говорят на одном, в том, в том числе. В другом случае получается, что, ну, там, условно, ведь биология проделалась чуть-чуть дальше, изменилась понимание функционирования. Вот. Получается, что они вообще говорят на разных языках, и Делес не понял биологию. Вот. Но проблема же в том, что Делес не опирается вот именно это биологическое современное. представление, он говорит о каких-то общих фактах. И в этом плане язык он никогда не будет совпадать с биологическим. Очевидно, что он отсылает биологический язык. Но для Делес не так важно, чтобы там по пунктам проходилось все, как там работает картошка, чтобы привести эту аналогию, в первую очередь аналогию, с работой каких-либо пеноменов в рамках современного общества. То есть получается, что мы всегда попадаем просто в эти разные языки, которые друг с другом как бы могут, ну, точнее, не могут взаимодействовать, и эти ассоциации, в общем-то, их всегда можно будет назвать произвольными. И мне просто кажется, что в таком случае как бы речь стоит вести скорее не о произвольности, ну, в общем, да, с присутствием или отсутствием оснований для проведения ассоциаций, но скорее с обознаванием внутри работы этих ассоциаций. То есть работа, которая представляет, ну, кажется, ну, вот пример, который вы провели между Хайдегером и Гуссером, потому что у них вообще разный язык, но при этом очевидно, что они говорят об одном и том. Работа, которая будет писать, что они говорят об одном и том же, но при этом не предоставляет достаточно обоснований для этого, будет хуже работы, чем, хуже той работы, которая предоставляет, ну, возможно, глупую, на первый взгляд, ассоциацию там между, я не знаю, Платоном и, ну, не знаю, кем там, условно, каким-нибудь Миссу. Платоном Миссу, вот, чтобы вообще два не связанных с этим. Вот, но при этом действительно описывает все эти обоснования, насколько бы, на первый взгляд, глупыми они. Вот, мне кажется, что вот такой, как бы, дискусс, такое построение дискусс об основанности, необоснованности, он, ну, как бы, просто прагматичнее, лучше, чем просто, как бы, говорить о наличии или отсутствии оснований. Смотрите, у меня несколько разных комментариев по поводу начала, вот, Гелез не читал там, чего-то или там кто-то, сошлись на Шейгера, опять же, на его определение образованного человека. Образованный человек, это человек, по которому не видно, что он что-то изучал, если он это изучал, и не видно, что он чего-то не изучал, если он этого не изучал. Да. Вот, понимаете, да, не нужно, не нужно, мне представляется, то есть, я всячески выступаю за то, чтобы мы не замыкались в своем философском поле. Мне представляется, это непродуктивно, но не нужно делать это таким дилетантским образом, чтобы над вами все смеялись. А в данном случае, в общем-то, да, смеются. Вот и, ну, ага. А на кем только не смеются. Да, конечно. Да. Да. Никто не спорит, что он мощнейший, но... не смеются. Да. Да. то есть, так, ага. То есть, что он перенос увидится, но это то, самое, что скажется, не в самом деле. А, нет, смотрите, то есть, понятно, что смеются не все. понятно, что смеются не все. Я сейчас расскажу раз. Давайте. Например, с лаканом очень релевантно, в том числе, что значит лаканом. Лаканом есть написанный имя, но только и есть «Собода сочинения» – это одно. А то, что у нас перевели в семинаре, это как бы он записывал людей, то есть это другое. Все, что делает с лаканом Эвритманом, он официально считается электрометром, но это буквально. А те, как бы, значит, приказания научно стараются с этой работой. Если ее прочитать, я не фанатрую этой стратегии, но все, что они делали, там понятно, даже и цитаты, которые не без контекста, а вот контексте, если брать, она, понятно, и более легче. В этом плане научная терминология, которая заимствовала, как аналогия, как метатор и прочее, как бы работа, что касается. Они работают для чего? Весь вопрос, Александр Владимирович, они работают для чего? То есть мы хотим какой результат получить? Это я, народ, уже к дискуссии вас призываю, да? То есть какой мы результат хотим получить в результате аналогии? Я даже не про это. Понятно, что здесь может быть совершенно не гомогенность, кто, 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 как и что заимствует. Вопрос, для чего эта аналогия хороша? Например, это я не к Александру Владимировичу коллеге, это я к некой общей дискуссии, да? Ну, то есть еще раз, речь шла изначально о том, что есть произвольные ассоциации. Произвольные в том смысле, например, что мы цепляемся за одно и то же слово, которое там очевидно означает разные вещи, да? И говорим, это похоже на то, да? Проводим там некоторые аналогии. Мне представляется, что вот эти аналогии не проясняют, а затемняют суть вопроса, потому что бессознательное у романтиков связано просто попросту и напросто с третьей характеристикой гения у Канта, что гений сам не может объяснить научно, как он создавал свое произведение. Соответственно, да, он не может объяснить все смыслы. Значит, мы видим радикализацию этого тезиса у Шейлинга о тождестве сознательной и бессознательной деятельности художника, о том, что, соответственно, в любом произведении искусства есть бесконечное количество смыслов. Это, опять же, это хорошо, это поясняет, очень хорошо поясняет эстетику Канта с точки зрения того, что прекрасно то, что не может быть познано с помощью понятия. Да, мы играем, мы применяем разные понятия, но мы никогда это не можем исчерпать. Что дает нам аналогия в данном случае с бессознательным у Фрейда, да? Если мы говорим, что вот это похоже на то, да, то есть мы берем там, я не знаю, тексты Шлегеля, тексты Навалиса, там тексты Шейлинга, ну, определенного, там, системы трансцендентального идеализма, да, и берем тексты психоаналитиков, ну, в самом разном изводе, мне представляется, что эта аналогия ложная и уводит в сторону, да? Я имела в виду только это. Возможно, когда-то они являются продуктивными, то есть вопрос в том, на что работает аналогия, что она поясняет, да. Ага, Грибик. Действительно, он берет это понятие достаточно произвольно. Он делает из этого какую-то интересную теорию, которую сейчас все читают, все используют и так далее. И интересно, что ее даже опять она уходит в биологию. Я беру такой пример. Самый цитируемый российский ученый Евгений Кунин, биолог, который сидит в Америке, в своей книге «Логика случая» в одной из глав буквально ссылается на «Белеза и Гвадари» на концепцию Элизовы, чтобы продемонстрировать там изменения в понимании эволюционного древа, современной биологии. Ну и вот это просто иллюстрация того, что произвольная аналогия, если мы ее делаем в каком-то не историко-философском, а скорее в таком философско-спекулятивном контексте, может не выставить. Вопрос в том, насколько она произвольна или непроизвольна, понимаете? То есть вот еще раз, здесь нужно каждый раз говорить о каком-то конкретном случае. То есть я просто привела пример с бессознательным, да, вот в этих там трех разных. Значит, а здесь уже речь идет о заимствовании из сферы наук. Если оно корректно, то почему нет? Почему мы тогда его произвольным называем? Да, то есть дело не в том, что я решила, ну как-то я не знаю, там резко высказаться по поводу там современных французских мыслителей, да. Ну в определенном там отношении, да, там есть очень-очень слабые места. Но это не только к французским мыслителям, мы относимся к такой же крупной величине, как шеллинг. То есть вот мне там Александр Владимирович правильно говорит, вот это крупная там шеллинг, крупнейшая величина. Да, ну вы почитаете, собственно, некоторые тексты, касающиеся природы, да, вот как там Гаусс говорит, волосы на голове дыбом встают. В этом смысле, да, над шеллингом тоже смеялись. Это не отменяет величие его фигуры, но просто это говорит, ну, о достаточно вольном обращении с некоторым, естественно, научным материалом. И это понятно в связи там, да, со всяким месмеризмом, там, животным магнетизмом, вот, и прочей там натурфилософии, которая там, как бы то ни было, являлась маргинальной по отношению к некоему инстримному научному движению. Это не значит, что это не ценно и это не важно. Это ценно и важно, но это становится, собственно, произвольным там или даже смешным и нелепым, да, когда вот это вот так переносится, да, не обоснованно там в другой контекст. То есть сам по себе там шеллинг, да, то есть над шеллингом тоже смеялись, смеялись там ученые, другие не смеялись. То есть я же не говорю о глобальных каких-то вещах. То есть я говорю только о том, что аналогия не может быть произвольной, да, она должна быть подкреплена, она должна быть обоснована, да, вот эта ассоциация там, если угодно, между какими-то теориями. Ну вот даже если я делаю бессознательное, допустим, делаю бессознательное, говорю там шеллинг, романтики, рейнг, лаканг, вот как-то это все перерабатываю, потом как бы подвигаю свою теорию бессознательную. Можно я быстро помещаю вас? Давайте. Условно не подвигаю свою теорию бессознательного, а говорю, что есть определенная параллель между бессознательным и бессознательным романтиком, интерпретирую бессознательным через романтику, добавляя к тому, что он говорит, какие-нибудь новые контексты и смыслы, которые возможны для человека, который работает чисто при этом. Их там не будет, они будут не очевидны, но в рамках такого, и это все равно условно историко-фолософское исследование, потому что в любой историко-фолософское исследование, то реконструкция с упором в конструкцию, мы предоставляем материал таким образом, как хотим. Вот, и здесь условно такая интерпретация, которая добавляет какие-то новые вещи в предыдущую матчу. Вот, она может быть не только... Вопрос в том, как эта параллель выглядит только, Денис. Понимаете? То есть, когда мы говорим, ну, то есть, если уж мы начали о примере говорить, да, то нужно некую конкретику здесь. Дело не в том, что любая параллель здесь является невозможной. Нет, конечно. Речь идет о том, вот как это выглядит. Соответственно, мы должны... Очень сложно провести соотношение между одним полем и другим полем, между, например, пониманием субъективности. Да? У тех же романтиков. То есть, вопрос в том, как эта параллель выглядит только в этом. Да, я как раз об этом повторил о том, что мне кажется, что не бывает просто, вот как бы... Мы не можем разделить все на две группы, ассоциации, хорошие, хорошие. Если позволюте. Мы можем только, как бы, смотря на конкретную проведенную в данном случае ассоциацию, считать ее обоснованной или необоснованной, и в связи с этим хорошие. Если позволите, я, если честно, не очень понимаю суть спора, идущего в последние минуты. Почему? Понимаете? Как я услышал, Мария Юрьевна, может, я услышал неправильно, да? Что значит обоснованная ассоциация? Это когда мы напрочь, совершенно напрочь, устраняем, пожалуй, только один вид аргументов, который звучит как «я художник, я так вижу». Тут бессознательно, тут бессознательно, мне нравится бессознательно, я буду его сравнивать. Понимаете, вот я художник, я так вижу, это не работа, это, ну, не знаю, велитристика какая-то. А если вы... То, о чем вы говорите, это совсем другое, да? Вы ищете основания, иногда довольно глубоко зарываясь. Никто не говорит, что аргументы должны лежать на поверхности и там вот, ну, как быть сугубо историческим, да? Я бы сказал, что это вообще редко, когда бывает. Но вы говорите о том, что вы ищете основания, вы ищете вот те мостки, да? Если теорию, собственно, перевода того же Лермахера вспомнить, вы пытаетесь подвести на мостках романтику к Фрейду, да? И показать, что есть дорожка, она не видна, может быть, сразу, но она есть. Ну, в качестве примера, давайте я возьму книгу нашего коллеги и, собственно, преподающего многих из вас, Алексея Глухова, да? В «Перехлёсте волны», когда он поднимает тему тирании у Платона, и он говорит, что там не всё однозначно, на самом деле. Вот этот вот аргумент, когда он учит, тирания для Платона неоднозначно плоха. И есть, как минимум, два аргумента, говорит он, которые стоит обратить внимание. И дальше происходит совершенно неочевидно. Один исторический аргумент, и он поднимает биографию Платона, находит двух его детягивов, один из которых там один из тридцати тиранов, второй ещё тоже где-то тиранил кого-то. А потом апелляция уже к одному из мест государства, тоже довольно сложная, многоступенечная. Но да, он сравнивает вещи, которые, на первый взгляд, кажутся несравнением. И, на первый взгляд, это вызывает отторжение. Когда начинаешь читать, понимаешь, что там аргументация происходит. То есть я не вижу... Я почему... С чего я начал? Извините, я не вижу предмета спора. Потому что... Да. Мой, собственно, был пейлиц в том, что в некоторых случаях даже аргумент, типа, я художник, я так вижу, может быть, не очень плохим. Может быть, даже очень хорошим. А он невалиден, понимаете? Его атака не вся просто. Этот аргумент, я поясню, почему. Он невалиден ровно по одной причине. И поправьте меня, если я говорю неправильно, я не претендую на истинность, в конце концов. Почему, по-моему, он невалиден? Ну, научное знание, все-таки есть такая презумпция, да, что научное знание верифицируемо. Логически верифицируемо, фактологически верифицируемо, но верифицируемо. То есть вы можете доказать свою правоту. Вам что доказать, могут не понять, не принять, не усвоить. Ну, понятно, да, все, что хотите, но оно есть. А когда вы выходите, говорит, ну, блядь, я тут так вижу. Я не могу этого доказать, я даже объяснить этого толком не могу. Ну, я чувствую, что это казнь. А что вам могут сказать те, кто вас слушает в ответ? Ну, просто. Ну, да, хорошо. А мы так не чувствуем. И что дальше? Я не очень то имел в виду. А что? Я указывал на разные возможности верификации идеи. Можно верифицировать через основание, можно через плодотворность. То есть можно ссылаться на развлечение логики открытия, логики основания. Не важно, откуда я взял идею, если она плодотворна, если она ведет каким-то интересным следствием, если в случае научных теорий она проверяется экспериментом, то неважно, откуда я ее взял. Там из религии, из металити, или из обыда, что-то. А, ну нет, в этом понятно. Да. Ну, вот тогда даже аргумент, ну, точнее, начало исследования с того, что я художник, я так вижу, мне кажется, здесь есть мутная аналогия, тогда его априорно отметать как будто бы неправильно. Нет, нет, начало исследования может быть и таким, если вы дальше устраиваете. Ну, так что-то дальше вы это аргументируете, все. Ну, дальше вопрос снимается. Просто никто не пишет. Ну, то есть, мне кажется, немного аудирование, никто же не пишет. Работы буквально с фразой. Ну, я художник, я так вижу, и дальше просто поток родовок ищет. Ну, мне единственное, вы видите, что мне сказать, не так, а многие студенты... Ну, что ты сейчас на своей основной исследовательской работе, то есть, то вопрос был это, что научные работы свои надо писать, курсовые дипломы научного образа, а свои классные спины, я бы лучше выражать в разных других формах, трактатах, диалогах, блогах и прочее. И, я не знаю, как сейчас, но у вас раньше были практики, да, эти дипломы, которые хотели бы сказать, что дипломы исчезли в госсадь. Это и сейчас встречается иногда. То есть, они предлагают, что денег не следует, а вот они не пишут, а потом, ну, я допускаю, что вот, когда берем, ну, какого-то, ну, какого-то, ну, какого-то, ну, какого-то, ну, какого-то, ну, что угодно. Ну, не стоялось так, если у вас пойдет, деньги, вот моя голосовая, это будет очень интересно. Но там это может быть совершенно не важно. Главное, что у многих из ваших фильмов, передавок, где на этот день они находятся, в этой книге, да, обогревают, в этом. То есть философских фактах не может быть научиться? Ну, мы не можем, как бы, как бы ВХЛ, это полная работа. Там, значит, должны быть ссылки, структура, историография, значит, не видна актуальность, вот, вот. Ну, ВХЛ, диссертации и так далее. Ну, я просто имел в виду, что, ну, понятно, что всякая, бывает, и какие работы тоже могут быть, но я скорее про, ну, как бы поддерживаю это из Филиппа, о том, что даже произвольные вещи в конечном итоге... Да, ну, и, значит, вопрос того, что она, люди, могут быть обоснованы... То есть, еще раз, никто не спорит, если есть обоснования, если есть аргументы, да... Ну, то есть, здесь мы, в общем, не спорим. Ну, и, еще раз, мне просто кажется, что здесь все-таки есть четкая граница между тем, когда, вот, есть некая произвольная ассоциация, да, когда, собственно, нет никакой экспликации, никакого объяснения, да, там, или, ну, в каком-то другом ключе, допустим, там, последующего применения. То есть, тут самые могут быть разные варианты, но если этого ничего нет, да, то это не научная вещь. Не только в курсовой работе, но и в трактате тоже. Ну, и в трактате тоже. То есть, и трактат, наверное, может выглядеть обоснованным, но просто там в Академии не принято, да, такие тексты принимать к защите, потому что речь идет, да, о квалификации, о, там, таких-то, таких-то, таких-то навыках, которые должны быть, там, как-то продемонстрированы. Вот. То есть, речь просто шла о том, что, не о том, что нельзя проводить аналогии между романтиками и психоанализом, да, но это невозможно делать вот таким образом. Дискуссия от Гремела. Еще вопрос, коллеги. Да, у меня, ну, не то, чтобы вопрос, ну, да, вообще вопрос, да, и комментарии, скорее, которые вышли мне по поводу предсказательной силы философии. Вот, вы говорили о том, что если мы видим у философа какое-то, ну, предсказание, которое нам видится совершенно невеком, то, возможно, в любой теории есть такой пиздяна, нужно на это обращать. Мне кажется, здесь стоит, ну, в принципе, обратить внимание на то, что, возможно, в основании таких предсказаний лежат предпосылки, да, явные, эксплицитные или явные предрассудки, согласно которым, в принципе, мы из какой-то объяснительной теории можем как-то перейти к предсказанию, да, что, в принципе, какая-то объяснительная модель может иметь предсказательную силу. Мне это кажется неочевидным, и в целом, да, это как-то упирается, мне кажется, в проблему философии истории, в проблему, в принципе, какого-то исторического эссенциализма, да, то есть представление о том, что мы можем как-то, да, попадав в действительность, да, сделать какие-то выводы о том, что нас ждет. То есть, в любом смысле, мне кажется, что мы можем как-то, видев такое предсказание нелепое, как бы, не то, чтобы искать из Гиана в объяснительной части философа, но скорее указать на то, что в его теории существует такая предпосылка, согласно которой объяснительная теория должна иметь предсказательную силу. Да, ну, например, какой-нибудь Шпенгер, да, который на первых страницах, насколько я помню, пишет, что моя задача построить твой репутин, которая имеет предсказательную силу, да, или какой-нибудь Макс. Здесь все понятно, да, или, например, они там неявны. Вот, то есть в этом плане, мне кажется, было бы разумно, да, не просто принять точку зрения, согласно которой, если хорошая объяснительная теория должна иметь предсказательную силу и оценивать философа таким образом, но скорее самим спортироваться от такой точки зрения, понять, что это как бы тоже предрассудок, да, и оценивать философ с этой точки зрения, действия у него этот предрассудок или нет. Вот, и как бы разделить вот эту предсказательную часть этого предрассудка и объяснить ему часть, которая необязательно из-за этого предрассудка может быть плохой, да, она может быть хорошая, но философ почему-то решил, что из этого должны быть какие-то связи. Как альтернатива выглядит, на ваш взгляд, тогда? Ну, хорошо, мы разрываем эту связь, вот, по вашему совету, да, соответственно, вот, еще раз, да, чем в данном случае научное высказывание, мы предполагаем, что мы наукой занимаемся, да, да, понятно, что это болезненная и драматическая тема о соотношении философии и науки, да, но если мы, собственно, отказываемся, да, ну, то все шутки там в адрес, а, ну, это кружок по литературе, ну, знаете, наверное, да, связанные там с британскими и скандинавскими университетами, там, где господственная аналитическая традиция, а вы на другой этаж, да, ну, вы там, значит, это кружок по литературе, то как выглядит альтернатива? Я понимаю, как она выглядит, если мы не претендуем на научность, если мы вообще говорим, что мы не занимаемся наукой, да, мы занимаемся чем-то другим. Ну, насколько я понимаю, мы в таком случае исходим из того, что если мы занимаемся наукой, то наша наука имеет предсказательные усилия. Мы исходим из того, что мы поняли что-то важное, да, ну, вот там, знаете, знаменитое интервью с Юргеном Хабермасом, так называется, да, про интеллектуалов. Первыми почуять важное, то есть еще никто этого не понимает, а интеллектуал уже это понимает, ну, да, то есть я не буду тут, ну, потому что, в общем-то, он смотрит не на поверхность вещей, а на некую глубину, эссенциализм тут вообще ни при чем, да, глубина может быть разной, да, и он что-то понимает, чего другие не понимают, соответственно, ну, очевидно, что он может сказать, да, указать на некие угрозы, на некие опасности, да, ну, на некоторые вещи, которые, собственно, нас ждут как продолжение этих тенденций, которые там еще никто не видит. То есть как будто эссенциализм тут ни при чем. А если интеллектуал ничего этого не может, то встает просто вопрос, а что он может? В чем его интеллектуальная сила? Просто, ну, можно, для примера, взять тот же капитализм, да, то есть, ну, известный сюжет, да, у нас, по которому очень часто, да, левые мыслители хоронят капитализм, да, что вот теперь капитализм на своей финальной стадии развития, вот теперь это, наконец-то, ему конец. Да, мне кажется, что во многом это связано с тем, что эти люди хорошо описывают, как устроено общество, они могут хорошо объяснять то, как устроено общество, то, какие механизмы, значит, лежат в его отрывании, да, мы можем о том спорить, но примем только у них хорошие объединительные модели, но при этом они ничего не могут сделать, например, с техническим прогрессом, да, вот люди до изобретения интернета просто подумают иногда о том, что будет изобретена такая штука, да, интернет, которая, ну, существенным образом повлияет и на экономику, и на, значит, и на все, что угодно, да, и таким образом, ну, мне кажется, не существует такой философской, да, такой философской перспективы, которая могла бы предположить, что будет изобретен такой, что будет изобретен интернет. Подожди, секундочку, можно я просто для понимания, капитализм потому не умирает, потому что, в общем, новые технические изобретения, да, возникают, ну, то есть, вот вы говорите, они потому ошиблись, да, ну, вот с этими своими предсказаниями, там, про конец капитализма, потому что, ну, вот, имеет место новые технические изобретения. Вы уверены? Ну, я не то, чтобы имел в виду что-то конкретное, но я имел в виду, что технический прогресс может иметь, ну, существенное влияние на развитие экономики, да, поскольку экономика – это важный факт, который говорит о экономических информациях, да, то человек, который, ну, исследователь, который занимается этой проблемой, должен учитывать этот факт. А поскольку этот факт является совершенно непредсказуемым… Я понимаю, у вас же корреляция была, то есть, технический прогресс оказывает воздействие там и на иной тип экономики, нежели рыночные, это понятно, да, это понятно. То есть, смотрите, вы пытаетесь заниматься апологией этих мыслителей, да, в связи с тем, что они там чего-то не учли, но здесь вот корреляция, понимаете, не прослеживается. Я понимаю, что мыслитель не может выступать в качестве пророка «упаси Господь», да, вот, или в качестве там, не знаю, какого-то провидца, который говорит, что будет так, так, так и так, да. Понятно, что там мы имеем там большую палитру самых разных таких предсказаний, неутопических, антиутопических, да, там и прочее, прочее, прочее. Я говорю просто о некоторой элементарной вещи, что если человек понимает что-то глубоко, да, то эти глубинные вещи – это не то, что может, ну, в мгновение ока измениться, понимаете, да. Вот такая вот там какая-то вариативность, да, и всё, уже никаких этих глубоких вещей нет. Соответственно, да, если ты понимаешь эту глубокую вещь, то есть может быть сделано некое предсказание. Ну, например, ты глубоко понимаешь, что такое природа человека, да, и понимаешь, что да, здесь вот есть технический прогресс, который вы упомянули, да. И в рамках этого технического прогресса, например, да, появляется такая возможность, как вмешательство в геном. Соответственно, да, из этих двух вещей ты можешь сделать предсказание, что появятся такие-то и такие-то, ну, например, этические проблемы, которых раньше не было, да. И у нас, соответственно, нет теорий, которые там нам подсказали бы, как их разрешать, да. Что, собственно, будет, то есть если, например, там поколение будет вмешиваться в геном, да, своих детей, да, какие-то эффекты породит, то есть что-то, что такое будет там, в каком виде рессентимент будет существовать, там, да, что значит там фатализм, там и прочее, прочее, прочее. То есть я имела в виду, что если человек, да, претендует на некое все-таки там глубокое понимание, ну и мы предполагаем, что научное, да, то он может это сделать. Если он совсем промахивается, да, то это плохо во всех случаях, не только в случаях философов, да, во всех случаях. Таких. Это значит, что он чего-то понимает, ну, не знаю, плохо, с изъявными. Ну и что его теория ограничена, эвристически ограничена его же временем. То есть Ранке, ну, я не знаю, как его оценивают философы, но в исторической науке Ранке считается... Это большая величина, я согласна. Нет, Ранке считается величиной, например, ну, бронтозавр большая величина, да, но не надо вытаскивать его сюда. Вот Ранке, когда говорят о Ранке, говорят обычно, ну, да, вот это вот, я не знаю, как по-немецки, никогда не могло бы спросить, вот это знаменитая формула, что так оно было на самом деле, формула Ранке. Но это считается, ну, архаикой, то есть устаревшей уже безнадежно давно и вообще. Нет, ну... И поэтому, собственно... Я как бы не об этом говорю, я говорю о том, что это был прорыв. В свое время историческая школа из Гедройзена, Ранке, это был большой прорыв. Безусловно. Но у нас могут быть вопросы по отношению к этому прорыву в связи вот с таким удивительным предсказанием Ранка. А, ну это... Да. Ну да. Да, вот это да. То есть я не говорю о том, что как мы его оцениваем там с точки зрения современной исторической науки. Как бы то ни было, это крупная величина. Да. Это казусловно. Да. Я согласна там, что там многие французские мыслители – это крупная величина, Шеллинг – это крупная величина, но это не отменяет, например, да, вот всякие там такие вещи. Ну согласен. Поэтому здесь просто нужно тогда посмотреть, как выглядит альтернатива. Почему вы говорите в предмет дискуссии? А предмет дискуссии у том, имеется ли функция предсказания? Я... Ага. Вот, как же он, как и в предмет дискуссии, это крупная величина. Да. Угу. Ага. 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 вообще не обязательно вопрос в том что когда это осуществляется да и это осуществляется плохо это индикатор никто не никто не говорит что это обязательно нужно делать никто с этим не спорит вопрос в том что когда например эти мыслители начинают таки делать эти прогнозы только об этом идет речь да только об этом идет речь можно было бы воздержаться ровно связи как бы с той вещью которую там я цитировала со ссылкой на шеллера то есть можно было бы воздержаться да значит они не воздерживаются и в данном случае мне кажется да что это не то что это некое клеймо что мы с этой теории не будем не можем работать да да но в ней есть какие-то слабые моменты здесь вот речь как раз идет о некой парадоксальные вещи касающиеся маркса да конечно оправдалась но не оправдалась не в смысле построения коммунизма нет но здесь большое поле то есть мы можем сказать что там это еще не законченная вещь нет 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 смотрите я я все-таки приводила в примеры то есть конкретно что 20 век будет таким или через 50 лет будет то-то то есть речь шла не об определенном горизонте будущего в конце концов можно просто воздержаться таких суждений то есть мне представляется даже если как бы ты там них не уверен а если что не воздерживаешься ну да ты отвечаешь за свои слова коллеги еще вопросы замечания альтернативы ну что я полагаю я полагаю что есть класс случаев когда видя тот факт что предсказание теоретика не сбылось мы не должны искать противоречия его теории ну или какие-то дефекты да просто в силу того что в ряде случаев этот дефект предсказания может быть не на стороне теории а на стороне теоретика как эмпирического субъекта какого ну скажем философ просто он просто так решил просто по каким-то контингентом обстоятельствам он считал что через 50 лет будет то-то и то-то но это никак не касается теория ну то есть это не необходимо следовать все из его теории понятно что у нас у всех саша есть право там сказать там некую глупость вопрос только в том нужно ли ее транслировать городу и миру это это первое дело вот а потом случае контента ну то есть есть прямая корреляция между тем как он понимает прогресс как он перри понимает переход от одной стадии другой нот и соответственно этим предсказанием значит это предсказание служит неким индикатором того что да и стадии выглядит не так да и может быть дело вообще не в стадиях вот то есть это это не какая-то случайная вещь вот я о чем говорю так то понятно да что может там как эмпирический субъект а как не как мыслитель что-то такое сказать да это очевидно или я у вас была рука да или я крисанов нет нет вроде было было но уже нет да илья отзовитесь как-нибудь нет так нет нет илья не отзывается илья не отзывается коллеги по эту сторону экрана саша могу задать вопрос одним из его комментариев конечно конечно да конечно вы говорите то что философская теория она если она претендует быть ну скажем так интеллектуально не порочный ее тезисы должны быть верифицированы вы предложили ряд способов как она может быть верифицирована и указали среди них например логическую верификацию верно да в том числе смотрите вот возьмем суждение ну например фуко я воспроизведу его не точно просто как пример любой власти оказывается сопротивление там где есть власть там и есть сопротивление этот тезис этот фраза аналогически совершенно эквивалентно что не есть сопротивление то и не есть власть но есть эквиваленция но учитывая этот факт эквиваленции мы можем указать на любой факт жизни например вот стол стол не сопротивление стол не власть тем самым верифицировать теорию этот я воспроизвел вам парадокс черных ворон получается что мы логически не всегда можем верифицировать теорию просто потому что если мы пытаемся логически верифицировать философскую теорию мы налогнемся на парадокс черных воронов когда мы можем сделать логически эквивалентное суждение которое мы пытаемся верифицировать которое будет верифицировано тривиально как я вам показал стол это не сопротивление но стола не власть значит пока права ну собственно я полностью солидарен с комментарием владислава эриковича в чате извините раз уж такой интерактив пошел владислава эрикович отреагировал на высказывание сразу одна фраза фуко это еще не теория я полностью солидарен со сказанным потому что саш да как беря конкретно это высказывание фуко ну я я понимаю что вы берете в качестве примера дальнейшее построение кажется избыточным потому что это высказывание простейшая построенная по принципу тезис-антитезис такой типичная гигельянская цепочка извините вот и зачем строить дальнейшую вот эту сложную цепь эквиваленции которую вы предлагаете лично я не понимаю но допустим вот но главное что в данном случае вы показали это на примере одного простого простого не в смысле простое примитивное одного простого высказывания доказать такую же вещь на примере более-менее многокомпонентной теории которая предполагается все таки в скажем выпускной работе да бакалаврской будет мне кажется вряд ли возможно то есть либо вы будете строить если студент сумеет в кр построить многокомпонентную логическую эквиваленцию вот то о чем вы сказали да к своему опять таки сложному высказыванию но это будет свидетельствовать к минимуму о том что логику человек освоил неплохо простить самый минимум да вот а если серьезно я думаю что это не работает это работает на простых высказываниях на сложной теории вряд ли но это мое мнение я не логик все таки да поэтому я не возьмусь возводить свое высказывание в данном случае в ранг истинного а а тут пришел илья крисанов я зачитаю я хотел сказать за защиту александра пишет он нам из библиотеки что с предсказаниями все не так однозначно случае конта мы читаем его не ради закона трех стадий которые не верим ни фактологически не с точки зрения своих претензий а за другие вещи в отличие от позитивистского пафоса большая часть философов не делает свои прогнозы так безапелляционно и не ставят их в центр своих теорий у фрейда например тезис о господстве разума прямо перед второй мировой встречается в устной лекции так же как и ранки это пример если я не ошибаюсь в лекционном курсе они как доказаны им в научной работе тезис у меня два комментарии то есть во первых мы исходим из того что на лекции можно просто трепаться да это очень странная вещь согласитесь там для ученого и преподавателя да если мы предполагаем да что то есть это может быть какой-то треп все-таки мы предполагаем что человек говорит о каких-то научных вещах вот и у меня такой небольшой комментарий но это сейчас наверно там вызовет большую дискуссию я не знаю поздно да но я все-таки его скажу по поводу того что любые понятия не относятся вообще к любым предметам то есть у нас есть понятие власти если у нас есть понятие сопротивления мы не можем приложить эти понятия вообще к любому предмету и демонстрировать на любом предмете соотношение между властью и сопротивлением как-то так это у меня такой небольшой комментарий к тому что сказал что теория это сложная согласованная система и опровергнуть одну опровергнув одну часть мы не опровергаем теорию верно и обратно да это понятно но еще раз то есть как нас учат филологи я это постоянно повторяю слова имеют значение то есть у них висит вот этот постер там на пятом этаже но в каворкинге там или в преподавательской я не помню так вот не только слова имеет значение понятие имеет значение понятно что понятие есть история понятно что есть контексты да это все понятно но тем не менее нет никакой произвольности да что мы понятие власти или понятие сопротивления вообще можем применять к любому предмету поэтому вот мне кажется что здесь над этим аргументом стоит подумать И снова спрашиваю вопросы, реплики, комментарии. И снова спрашиваю вопросы, реплики, комментарии. И читал студентам лекции. И после этих лекций спросил у студентов, что вам понравилось, что не понравилось, что было правильно, что было неправильно. И потом один мальчик говорит, что вы нам всё про какие-то факты рассказывали, про какие-то теории, но мы ни разу не услышали ваше мнение. И Иноземцев написал очень интересный по следам вот этой коммуникации, без ссылки на Платона, который различал мнение и знания, со ссылкой на куда как более простых авторов, что лекция – это не то место, где лектор должен высказывать своё мнение. Вот Илья. То есть это опять получается та же самая вещь, что мы предполагаем, что лекция – это сниженный жанр по отношению к научным работам. И здесь возможен произвол, то есть здесь возможны какие-то там вещи. Понятно, он возможен, ну, я не знаю, с риторической точки зрения, с точки зрения того, чтобы речь не была такой сухой, там ещё что-то. Но мне кажется, что речь, знаете, о научных. Да, тезис. Давайте. Я сам отчасти знаю, что, значит, искусство у нас было в одном, но я признаю, что я привязался к примерам, но я считаю, что примеры были неудачные. В данном случае то же самое. Ну и до того, как и я вам сейчас сказали, что мы создаем мыслители только если они делают прогнозы, которые потом выглядят нелепыми. Ну, собственно говоря, вот и всё. Самый я написал в правом институте, что мы его людям не отдаем прогнозы на что-то ещё. Но зачем здесь вообще спорить? И в итоге перешли начать спору по поводу выхода во время лекции «Сказать неудачно». Нет, ну, перейдите. Теперь как принципиально, так называйте люди, я не даю на чём, что это делать. Не-не, мы перешли на важный сюжет. То есть, если студия… Но очень старый. Да, если как бы существует представление у студентов, что лекция – это некий момент такого произвола, то это печальная история. Но это вопрос не к студентам, это вопрос к нам. Если она у них существует, значит, кто им лекции-то читает? Нет-нет, это понятно, но речь же сейчас не о нас идёт, а о Конте, который там так читал лекции. Если Конт не является фигурой Каленоса в данном случае. Хорошо. Ну, то есть, понятно, что письменная коммуникация всегда более обязывающая, чем устная, то есть, чушь тут говорить какие-то банальные вещи. Но всё-таки мне представляется, что если мыслитель на лекции сообщает о каких-то ненаучных вещах или о том, что вот там, там, наземцев назвал мнением, то это не совсем правильно. Это не совсем правильно. Мало ли какое мнение у меня по поводу чего-либо. То есть, я могу высказывать то, что кому-то покажется неубедительным, необоснованным, неаргументированным, раскрывая какую-то теорию. Но это одна история. Но совсем другая история – это моё мнение. Или чьё-либо мнение. Ну, то есть, как-то видится это таким образом. Коллеги. Коллеги. Никто не пишет больше в чат. Ага. Больше никто не пишет в чат. Так, коллеги, я ещё раз спрошу вопросы, комментарии, реплика. Раз, два, три. Илья отпал. Так, тогда я, с вашего позволения, комментарий от Владислава Эриковича, как не стараюсь, свои предпочтения не скрить. Исмайлик. На этом я останавливаю запись. Субтитры сделал DimaTorzok